Тут разнообразие, я думаю, тоже полезно. Зоквартируйте себе с поликлиника. Люди наводят панику. Мы обещали вас, что делать. Не будите вас, что вам не зверя. Ой, не спитывайте. Помогите сейчас, вот на секундочку. Доброе утро, совсем не бодрое, совсем вялое, доброе утро. Это ужасно. С самого утра никакой не позитивчик, сплошной негативчик. Для разнообразия, я думаю, тоже полезно вам. У нас не постоянно все офигенно. Просто, да нет, все отлично, дорогие друзья вам. А желаю доброго утра. Искренне. Вообще, бред какой-то говорю. Просто мы очень сегодня не выспались. Ну, по крайней мере, я. Я вам даже могу рассказать чуть-чуть, если хотите. Во-первых, девчонки не могли... Моника очень поздно приехала с Риги. Девчонки не могли уснуть, потому что каникулы. Поздно ложились, поздно вставали. Миленка около часа легла, только легла. Не хочу спать, и все, говорит. Потом у Полины болел зуб. И мы бегали то таблетку, то сё, то это, то третье, то десятое. То в туалет, то попить, то опять зуб болит. И так до трех. Потом Максимка в перерывах же постоянно просыпается. Просто постоянно, да? И мы тоже то одно, то другое у него лезут зубы. Дальние такие вот эти. Которые такие, жевательные. Ну, я не знаю, сколько может я там час от силы подремала. Два, три, семь будильник. Потому что мы едем к ворочу, к зубному. Вставать в очередь. Я не знаю, что там будет, как будет. А вам всё расскажем подробнее. Не сейчас. Дайте мне проснуться. Я успеваю только попить кофе. Вот дети одеваются, голенькие ходят. Не могу их снимать. И едем. Привет, Максик. Привет, привет, привет. Так, мы собрались. Все одеты. Макс. Поль, покажись. Иди сюда. Иди сюда. Вот у Польки так напухла щечка. Покажи. Ну, видно, видно, да? Я сделаю кофеечек мне и Кирюше. Потому что мы сейчас с ним там встречаемся. Он работает до восьми утра. И туда поедет сразу же. Посмотрим, кто из нас впервые приедет, чтобы очередь занять. Мам, вот кому-то я скажу. Иди сюда тогда, здесь свет не падает лучше. А я спала у мамы, она сказала идти на папина место. А поэтому это папа печет и выгорит меня на пол. Да, Полька сегодня спала со мной, потому что выносила полночи мозги. Ладно, мы одеваемся. ПОДПИШИСЬ! 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 Иди сюда! Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет. Короче, у нас сегодня такой день. В полинке два дня. Суббота и воскресенье болит зуб. Сегодня понедельник. Мы даже сегодня не пошли в садик. У меня даже щека опухла. И мы приехали в нашу зоопортницу с полуклиника центральную. Заходим. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, воняет, потому что мы находимся около туалета. Заходим. Так, короче, нам сказали ждать около первого кабинета. Здесь никого нет. Здесь никого нет. Нам сказали ждать или заходить? Нам сказали ждать. Настенька у меня умница. Она мне привезла с собой кофе, потому что я с работы, а она с дома. И поэтому она мне кофе привезла. Молодецонька. Очень вкусный кофе. Ну, сейчас придут. Да. Сейчас придет мама с Полинкой. Короче, я даже не представляю, что там будет сейчас. Потому что Полинка, она же боится у нас очень сильно. Всего. Разную боль. Разный прыщик. Разную царапику. О, сынок, здесь такая елочка. Смотри, здесь даже можно порисовать. Вот здесь, вот смотри. Белые листочки. Можешь зайдеть здесь и рисуй. А вот мелкие, вот смотри, вот такие. Мелкие, смотри. Чуть-чуть-чуть. Рисуй, сынок. Кто там плачет? Полинка плачет? Ой. Как Полинка плачет? Как мне еще жалко? Как я ее понимаю? Да. С дыркой. С дыркой. От конфет, конечно же. И там уже был гной. Тихо, тихо. Да ладно. Гной уже под зуб пошел. Значит, давно у нее это уже было. Тихо, тихо. А остальные руки все хорошие. Тихо. Только Полинку, она и кричит. Ну и что, это все пройдет. Все, вышли с этого зубного врача. Слушай, здесь такой ветер. Давай дома расстояни. Давай дома. Короче, друзья, все, мы едем домой. Максимка едет с папой, а Полинка едет с мамой. Все, встречаемся около дома, да? Приехали, да? Короче, тех, кто нас смотрит слепая... Чего ты ниже меня, так не соли? Тех, кто нас смотрит слепая, сладкий, те, кто следят за всеми этими порталами, новостей, все знают, что в Лепая с детскими врачами очень большая беда. Там и митинги были, и писали в Министерство письмо. Письмо, писали письмо, все, но, как получается, все это без толку, и люди пишут, что они стоят с детьми, чтобы попасть к зубному врачу, нужно стоять месяцами в очереди, даже годами, да? Да, и очень многие сейчас у нас ездят в Венспилс, в гробине на два года уже запись забита. В Венспилсе я знаю контакты некоторые, я себе сохранила, думаю, ну, когда нам придет, приспичит время, ну, поедешь, значит, в Венспилс. Там бесплатная детская клиника, всех берут, все принимают, сегодня позвонил, завтра, как бы, тебя взяли. Насколько мы поняли, что у нас ничего там не работает, но когда я выяснила, оказывается, все у нас работает, есть у нас врач, по крайней мере, сегодня был один врач. Да нет, проблема в том, что детские зубные врачи, они идут на пенсию, а новые зубные врачи, они не приходят к государственному клинику работать из-за зарплаты. Им легче пойти, отвезти в свою частную клинику. Наверное. Просто вы сейчас, например, напишите, спросите, почему бы не отвезти спокойно ребенка в частную клинику и не париться, да, и там подумайте ради экономии. Но нет, детей до определенного возраста частные врачи не берут вообще. То есть, не помню, с какого возраста, напишите в комментариях, кто шарит в этой теме. Частные врачи начинают брать, но маленького ребенка такого частный врач любой откажется. Мы, конечно, не пробовали, у нас это был план Б. Не плачь. Мы хотели позвонить тогда его врачу, если нас здесь не возьмут, да, план третий был это поехать в Венспилс, но мы просто пришли. Мы просто сегодня окунулись, вот на самом деле нам присвещало, мы сегодня поехали, мы не записывались, без записи ничего. Мы узнали, во сколько открывается эта клиника. К 8 поехали, потому что она открывается 8, и мы без очереди, спокойно. Во-первых, там никого не было так рано, это хорошо, нам повезло. И мы просто сказали, что у ребенка острая боль, щека опухла, они сказали, хорошо, девочка вышла, нас взяли. Польки в итоге... Подождали минут 5, и нас взяли, да. В итоге у нее все зубки очень хорошие, и в одном зубике, там, получается, предпоследний, да, какой-то был, дырка. И дырка уже с гноем, то есть под зубом уже гной был. И тут лечи, не лечи, здесь уже надо было выдирать. Иногда молочные зубы лечат, но вот здесь, в данном случае, нужно было уже только выдирать. Она орала, и мы ее держали втроем. Я включал камеру чуть-чуть. А, зачем? Было слышно, ну чуть-чуть было. Когда делали укол, орала, и потом, когда выдирали, ну мы там заболтали. А сейчас она почему плачет? Потому что, ну, естественно, ранка болит, и потому что заморозка, все хорошо. Она не понимает, что такое заморозка, она вот это чувствует. Я ей пытаюсь объяснить, но до нее не доходит 5 лет. Как это? Она плачет, эти ощущения, да. Но мы сегодня отведем в Хейсбургер, она хочет. Хотя говорит сейчас, в Хейсбургер хотела, а говорит, кушать вообще никогда не будет. У нее сейчас, да, вот эта вот заморозка будет, полтора часика действует. Пройдет заморозка, потом, если что, дадим ей таблеточку обезболивания. Ну, это от боли, да, и все будет плохо. Так что, друзья, вот честно, вот сегодня получилось так, что мы без проблем попали к зубному детскому врачу. Я не знаю, почему люди наводят панику в городе. Я читала все это, ну так, чуть-чуть. Да мы читаем все это, да. Нет, я чуть-чуть была в курсе, что проблема, проблема, но сильно не вникала, не углублялась. Думаю, зачем я буду паниковать? Я вообще люблю решать проблемы по мере их поступления, а не заранее. И то есть я думаю, ну вот когда нам сейчас, секундочку, нам приспичит, тогда и разберемся. Тогда я и решу, куда нам ехать, что и как. Ну, вот так вот сегодня. Что ты там играешь? Так что, дорогие друзья, все у нас хорошо. Завтра в садик. Тогда мы тебя со школы, доченька, берем, да? Ну, не хочешь? Окей, все. 15 лет сейчас в школу едем, поленьки. Папа, катастрофильм, а маленький? Друзья, мы поленьки обещали, что отвезем ее в Хэзбургер сейчас, когда у нее пройдет заморозка. Да, поленьки? Папа, маленький. Маленький, маленький бургер едем, да. И как раз по дороге со школы заберем Монику. А почему? Все увидите. Приехали мы сейчас за Моникой в школу. Вот это Моникина школа? Она чисто латвийская школа. Те, кто люди с нами недавно, Моника учится полностью в латвийской школе. И рядом с ней построили недавно вот олимпийский манеж. Ну и где наша девочка? Папа ходит. Папа ходит? Окей, смотрим. Это корпус для старшеклассников. Это, да, это получается новый корпус для старшеклассников. Вот это для старшеклассников, а это новый манеж. Кто-то у нас спрашивал, как Моника учится. Ну, учится хорошо, все у нее получается. Старается. И сейчас, например, скажем, вот в декабре, да, было уже лучше, чем, например, в сентябре. Она учится здесь первый год. И в сентябре, конечно, было сложновато. Но у нее, ей повезло, что у нее в классе 10 человек, наверное, русских, да? Да. То есть она с ними общается по-русски. То не так, чтобы она одна русская. Но она потихоньку вливается в эту латвийскую... Да, она вливается, ей это самой нравится, что она облатышивается. Облатышский поток, да. И она знает, что ей это нужно. Вот. И мы поняли, что мы сделали очень правильное решение. Да, приняли, то есть сделали. Приняли очень правильное решение. И так как у Милены школа до 9 класса всего лишь, она считается основная. Да, Милена уже тоже знает, что она пойдет сюда, она хочет. Вопрос остался открытый с Полиной через 2 года. Можем пойти тоже сюда, но мы еще обсудим, посмотрим, потому что все-таки в третьей школе очень... Очень сильная, да, в третьей школе очень сильная. В третьей школе им очень-очень сильная младшая. Начальная. А так как, скорее всего, третью сделают начальной когда-то, сейчас ни для кого-то Америку не открыли, об этом уже СМИ писали, то, возможно, Полина или после 9-го пойдет сюда, или после 4-го. Поживем, увидим. Можно говорить? А мне вывели зуб там самый последний. Он такой простой. А куда ты свой зубик делала, расскажи? По подружку, то мне там... Фея. Фея-монетки и стояка-фея. Столько много фея за зубик не приносит. Но у нее еще вот не прошло, это опухшая щечка, да, врач сказала, пройдет, но не сразу, да? А у маленьких школы еще есть бассейн. Тебя не слышно? А у маленьких школы есть еще бассейн. Бассейн. Ну как, хватайте, хватайте. И ты кушаешь картошку фри, да? Ну кушай, кушай. Не хочешь? Я иду. Все, Монетки. Ужас. Мама, это мой. Полин спокойно, хорошо? Чтоб ничего не попадало. У нас произошла авария. Максимка не выдержала, и он сыронул. И пришлось нам идти в Риме, брать в инфоцентре ключ. Идти в детскую комнату. До этого идти в аптеку, покупать памперс, салфетки, потому что в машине ничего не оказалось. Но мы справились, все в порядке. Сынуля, да, все в порядке. Ту-ру-ру. Привет. Стоял, рецепт. Юта, подарок. Так, мы оказались. Возле магазина Деппо. Слышишь? Что оно? Что ты плачешь там? Я задалась вопросом, что значит вот этот значок на фонарях? Что вот этот знак значит? Ты в курсе или у людей спрашиваешь? Я не знаю. Так, мы не знаем. Людей. Здесь можно приезжать и тусить. Нет, на самом деле, что значит? Потому что я возле Риме видела такой значок. Раньше я не обращала внимания. Что? Так, зачем мы приехали в Деппо? Зачем мы приехали в Деппо? Монь. А, с обоями. Кому? Нет. Зачем? Интервью. Ты говорил, что мы будем делать обои Моники в ремонт? Обои в ремонт? Делать стены обои в ремонт? Набор слов. Я Монике обещал просто перекрасить комнату полностью в другой цвет. Поэтому... Аккуратненько. Аккуратненько стянули. И мы решили впервые поклеить обои, которые под покраску. Никогда мы этого не делали. Сейчас Моника выберет белые обои. Здесь, в принципе, надо выбрать дизайн и немножечко качество. Они серые. Говори. Мам, ты скажешь, хочешь так поставь? Смотрите, какой сук это окна. Ну? Скрипит? Вот так, вот так чуть-чуть. А, кстати, вот этот очень приятный цвет. Мне нравится. Монь, красивый цвет. Серый. Мне вот реально нравится. Но его потом можно в белый покрасить? Чуть-чуть серое, чуть-чуть белое. Вот. И покрасим в белый цвет. Короче, нам понравилось два вида обоев. Вот эти. И вот эти. А вот эти? Нет, никакой. Нет, нет, эти нет. Тешманское выглядит, да? Вот эти или те. Так что давай, Моника, давай быстрее. Да. Держи. Ну да, наверное, тебе больше для большой комнаты. Мы подумали, что здесь рисунок очень такой напрягать будет в маленькой комнате. Очень такой активный. А эти немножечко поспокойней. Возьми Макса, походи туда. Слышь, Моника сказала, ковролин хочет, прикинь. Нет. Ни ковролин, ни ковролин, ни бонин. Паилюга такая. Ты все. Слышь. Нет. Когда-то помнишь, в нашей первой квартире? Подожди. А почему они там такие классные, а здесь такие мягкие? Это нормально? Это нормально. Мы купили клей, обои и белую краску. Да? Какие ящики. И сегодня мы сделаем ремонт уже? Да, сегодня мы сделаем ремонт. На улице сколько? Пять? Сколько времени? А зачем тебе это? Сколько? Пять часов, да. Для мусора, для обоев? Нет. Я же эти шарики в гараж сложить. А что? Ну? Еще версии? Монике нужно вещи складывать? Да. А, выселяем, Моника. Нет, серьезно. Зачем? Для дачи. Зачем? Стекло увозить? Держать, ну, в 7 вечера мы начали ремонт. Мы сейчас находимся в Монике на комнате. Смотрите, шикарная комната. Смотрите, мы начали обои. Подожди, ничего не ломай, не трогай. Это мужское дело. Шикарные обои. Все, но Монике не нравится этот цвет обои. И мне не нравится. Именно белую комнату. Вот ей не нравится на потолке вот этот хренатень, которого рождовый цвет. Нет, мне почему она нравится. Вот. Все, это будет беленькая. Сейчас мы быстренько с Соней хочу вечерком показать потолок. О, я придумала, я придумала. А завтра полностью буду снимать обои и клеить обои новой. Смотрите, все. Я все придумала. Что ты все придумала? Смотрите внимательно. Это Моника на комнату. Неважно, бардак, да. У нас ремонт, дорогие друзья. Мы не можем с Моникой здесь придумать перестановку. Я считаю, что стоит плохо. Раньше здесь шкаф стоял. Вот там стоял шкаф, там стояла кровать. Было плохо, поставили так. Но мне как-то не по фэншую. Мне не нравится очень... Как бы здесь все более или менее, но мне не нравится шкаф широкий у окна. Он, видите, загораживает такое чувство, часть окна. Придумайте, пожалуйста, здесь перестановку. Вы видите всю мебель. Я веду аккуратненько. Комод, шкаф, стол, зеркало. Моника выносит свое шматье. И вот. Получается... Сколько метров здесь? Три, пять. Разве здесь три? Да. Три на пять. Три на пять. Пожалуйста, если среди вас есть гениальные дизайнеры, пожалуйста, подскажите нам здесь перестановочку. Хочется с ремонтом... Чего ты ко мне ездишь? Я сейчас занятой человек. С ремонтом здесь хочется немножечко местами все поменять и сделать по-другому. Я тоже буду думать. Я ей предлагала поставить кровать вот здесь. Стол напротив. А комоды и шкафы где-то там. В общем, думаем все вместе. Ну что ты хочешь мне сказать? А что сейчас будет высокий? Смотри, 21 век. Ну что это? Это у тебя в гараже такое было? Да. Подожди, а сверху? Сверху просто не накрывается обычно. Чем? Просто не накрывается. Ну, так самое же главное это сверху, а сверху не закрыло. Сверху я накрою. Самое главное здесь, потому что когда красится под лоб, тогда эта краска летит. Где ты такой взял? Там больше нет. Окей. Моня, спрячь ножнички. Это так выглядит, да? Да, стоит. Тут как бы скотч получается бумажный. Ну, шикардос. И второй ты тоже так будешь делать? Я не буду рассказывать. Смотри, моя, какой у тебя папа молодец. Ну все, а двигать? Или мы по-советски за шкафом не клеим? И двигаться можно. На еще. Все тогда, да? Пока в детской идет ремонт, я обещала. Очень много было сообщений. Рассказать подробный рецепт оладушек. И сейчас на ужин как раз я делаю полинки. Сегодня даже мне некоторые писали. Я скидывала просто этот скриншот с написанным рецептом. Люди не могут дождаться видео. Поэтому записываю. В общем, девчонки, записывайте. Мы берем 350 грамм муки. В нее, прямо в муку, мы добавляем пол чайной ложки соды. Перемешиваем с мукой. Нам нужно одно яйцо. 500 миллилитров кефира. Мы в мисочку его. Сюда же пол чайной ложечки соли. Сахара одна, полтора ложки столовой. У меня они не столовые, я кладу две. Вот так. Сюда же яйцо. Так, мне пришлось потрудиться, вытащить красную точечку. И когда вот это мы перемешаем, хорошенько. Вы можете, конечно, миксер использовать, но тесто будет густое. Я ложечкой спокойно перемешиваю. Сюда добавляем всю эту муку с содой. И очень хорошо вымешиваем. Тесто должно получиться густое. Так, тесто получилось. Такое густое. И накрываем и ждем 20 минут. 20 минут оно должно постоять и отдохнуть. Пока мои лодочки отдыхают, здесь смотрите, что уже... Так ты же сказал, ты не будешь сегодня обои снять, будешь потолок лить. Я потолок буду красить только завтра, потому что мне нужно эти ламочки вытаскивать. Темно будет. А их надо отлучать свет, потому что она полностью... Темно будет. И поэтому будет темно. Утром. А завтра днем я это сделаю. А сегодня просто злое, да? Просто полностью снять обои, чтобы завтра уже поклеить обои. И все. Думаешь? А что нет? Что, Максимка не помогает? Так, кстати, идет в нашей комнате. Не помнишь, как было? Вот так вот идет. Это хорошо, да? Считается. Я знаешь, что не люблю? Когда надо мочить обои. Обои мочить надо. Нет. Вот эти зеленые надо мочить. Какие зеленые? Которые ты сейчас снимаешь, а тебе обои нужно мочить. Ну я же снимаю. Снимается только верхний слой. А что, нельзя так оставить? А нельзя так оставить? Солнышко? Да. Не буди, пожалуйста, во мне зверя. Ой, не выпендривайся. Слушай, ну нормально же, почему так можно же оставить? Кого ты оставишь? На эту клеить. Зая, не говори, Глебина. Смотри, сейчас оно вот так снимется легко. Просто когда мочишь, это такая грязища. Ольга, поприси просто с ванной тазик, а вы посмотришь. Слушайте, это вообще успокаивает нереально. Какой мой? Теплый. Если мы вдруг тоже не знали, чем заняться вечерком. Держи. Рекомендуем. Пригодите. Смотрите. Сегодня в ночь Рождество. Вам слышно? Там собор. Как слышно с окошка колокола. Там, наверное, служба. Красота. Поздравляем вас с наступающим Рождеством. Ну что, а потом просто мы берем из ложечки жаром оладьи. На разогретом масле. Маленькие, какие хотите. Большие. Я делаю огонь ближе к маленькому. Накрываю крышкой. И жарю. До румяной корочки. А Полиночка мешает сметанку с сахаром. А вы знаете, сахар очень много, когда будет очень-очень сладко. И очень сладко. Очень вкусно. Миша, Миша, эй! Все? Если вы сделаете все, как я сказала, я вас уверяю, у вас получится пышное оладье. Обещаю. С первого раза. Я снимаю. Ну, снимай, снимай. Я снимаю. И что, молодежь ты снимаешь, помогаешь папе. Короче, один слой обоев сняли, а второй слой обоев, он не хочет отходить, его главное нужно мочить. Сейчас мы быстренько это все намочим, и тогда они очень легко снимаются. Вот, видите, обои намочили, и они очень быстренько снимаются, и сейчас Монечка все это быстренько с пола все это уберет. Правильно, Заш? Угу. Или Максимка. Ну, ты не можешь вытащить, ну, и ты говоришь, что у тебя обещания нету, да? Паду будешь перестереть. Я не буду что-нибудь перестереть, давай. Чемодан, и выгоняем тебя, все. Давай поснимай аккаунт. Это так будет, что... Я приблюсь сейчас. Надо все будет прибираться, все нормально. Короче, друзья, в 8 часов вечера, и мы такой ерундой маемся. Ну, рассказывай. Закроемся. Все обои сняты, как я вижу. Если нужно было спотевать, я бы не слышал с тобой это делать. Ну, потому что мы думали, что здесь везде ригипс, но здесь как бы и есть везде ригипс, но там люди накосячили. Макс, не надо упадет. Здесь, получается, нужно было вытягивать угол, здесь тоже пришлось вытягивать угол, и полностью по контуру окна тоже нужно было покрывать все. Ну да, а все, извиняюсь, это все. Ну все, все, да. Вот так вот. Так что завтра, я думаю, что покажешь котлок. Покрывай полностью. Иди сюда поближе, Внушечка. Покрывай полностью комнату, и все. Ты считаешь, что за один день это будет? Ну, за полтора. Там дети бесятся. Друзья, на сегодня будем заканчивать. Мы посмотрели сегодня, как мы провели день. Была фиена позитивной. Фиена была насыщенной. Так что у нас сегодня ата-та. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok